В этом выпуске серии подробнее о конвертере единиц мы поговорим о скорости, о том, как и в каких единицах ее измеряют, о средней скорости света, звука, транспортных средств, человека и животных. Мы также поговорим о некоторых особых видах скоростей, четырехмерной, групповой и сверхзвуковой скоростях. Чтобы открыть конвертер скорости, нажмите на ссылку внизу. О том, как пользоваться конвертером единиц translatorscafe.com рассказывает это видео. Что же такое скорость? Скорость – мера измерения пройденного расстояния за определенное время. Скорость может быть скалярной величиной и векторной. В последнем случае учитывается направление движения. Скорость движения по прямой линии называется линейной, а по окружности – угловой. Измерение скорости. Среднюю скорость В находят, поделив общее пройденное расстояние дельта Х на общее время дельта Т. В системе С скорость измеряют в метрах в секунду. Широко используют также километры в час в метрической системе и мили в час в США и Великобритании. Когда кроме величины указанные направления, например, 10 метров в секунду на север, то речь идет о векторной скорости. Например, если автомобиль движется по окружности с постоянной по модулю скоростью, его векторная скорость непрерывно изменяется, так как он движется с ускорением, которое направлено перпендикулярно скорости по радиусу к центру траектории движения. При этом его средняя векторная скорость равна нулю. Формулы для расчета скорости тела, движущегося с ускорением. Конечная скорость тела, движущегося с постоянным ускорением А с начальной скоростью У в течение периода дельта Т определяется такой формулой. Средняя скорость тела, движущегося с постоянным ускорением А с начальной скоростью У и конечной скоростью В определяется данной формулой. Скорость автомобиля измеряют с помощью спидометра В цифровых спидометрах сигнал с установленного на коробке передач датчика скорости преобразуется в цифровую форму и подается на цифровой индикатор скорости на панели приборов Спидометр на айфоне использует другой принцип Расстояние, пройденное за короткий промежуток времени, например, за 10-20 секунд определяется в нем с помощью системы спутникового позиционирования Это расстояние делится на время и преобразуется программой в привычные километры в час 10 или 20 секунд выбрано в связи с тем, что за это время автомобиль проходит расстояние существенно превышающее разброс определения местоположения Скорость света и звука Согласно теории относительности, скорость света в вакууме – самая большая скорость, с которой может передвигаться энергия и информация Она обозначается константой С и приблизительно равна 300 000 км в секунду Скорость света в прозрачной среде ниже Например, в стекле свет распространяется со скоростью приблизительно 190 000 км в секунду, а в воде со скоростью 225 000 км в секунду Материя не может двигаться со скоростью света, потому что для этого понадобится бесконечное количество энергии, что невозможно Скорость звука обычно измеряется в упругой среде и приблизительно равна 340 м в секунду в сухом воздухе при температуре 20 градусов Цельсия Скорость звука самая низкая в газах, а самая высокая в твердых телах Она зависит от плотности, упругости и модуля сдвига вещества, который показывает степень деформации вещества при сдвиговой нагрузке Число маха М – это отношение скорости тела в среде жидкости или газа к скорости звука в этой среде Его можно вычислить по формуле Здесь А – это скорость звука в среде, а В – скорость тела Число маха обычно используют в определении скоростей близких скорости звука, например, скоростей самолетов Эта величина не постоянна, она зависит от состояния среды, которая, в свою очередь, зависит от давления и температуры Сверхзвуковая скорость – скорость, превышающая 1 мах Средние скорости Теперь поговорим о скоростях транспортных средств, животных и человек Скорость транспортных средств Пассажирские самолеты с турбовентиляторными двигателями Крейсерская скорость пассажирских самолетов от 244 до 257 метров в секунду, что соответствует 878-926 км в час или числу маха от 0,83 до 0,87 Пассажирские самолеты с турбовентиля Высокоскоростные поезды с турбовентиля Крейсерская скорость пассажирских самолетов от 255 до 257 метров в секунду, что соответствует 450-926 км в час или числу маха 0,36 до 0,87 Высокоскоростные поезда, как Синкансен в Японии Такие поезда достигают максимальной скорости от 36 до 122 метров в секунду, то есть от 130 до 440 км в час Городской транспорт движется со средней скоростью 15 км в час Теплоход на подводных крыльях до 80 км в час Круизный теплоход до 30 км в час Теперь поговорим о скорости животных Ястреб 89 метров в секунду или 320 км в час Что соответствует скорости высокоскоростного поезда Лев 22 метра в секунду или 79 км в час Лошадь 21 метр в секунду или 75 км в час Охотничья собака 20 метров в секунду или 72 км в час Скорость полета этого канадского гуся или козарки 20 метров в секунду или 72 км в час Олень 20 метров в секунду или 72 км в час Заяц 15 метров в секунду или 56 км в час Максимальная скорость, с которой может бежать кошка 13 метров в секунду или 47 км в час Белка 5 метров в секунду или 18 км в час Скорость человека Люди ходят со скоростью примерно 1,4 метра в секунду или 5 км в час А катаются на коньках со скоростью примерно до 14 метров в секунду или до 50 км в час Необычные скорости Теперь поговорим о некоторых особых видах скоростей В четырехмерной, групповой и гиперзвуковой скоростях Четырехмерная скорость В классической механике векторная скорость измеряется в трехмерном пространстве Согласно общей и специальной теории относительности, пространство четырехмерное И в измерении скорости также учитывается четвертое измерение – пространство-время Такая скорость называется четырехмерной скоростью Ее направление может изменяться, но величина постоянно и равна С, то есть скорости света Четырехмерная скорость определяется по данной формуле Здесь Х представляет мировую линию, кривую в пространстве времени, по которой движется тело А Тау – собственное время, равное интервалу вдоль мировой линии Групповая скорость Групповая скорость – это скорость распространения волн, описывающая скорость распространения группы волн и определяющая скорость переноса энергии волн Групповую скорость одномерных волн можно вычислить так Здесь К – волновое число, а Омега – угловая частота К определяют в радианах на метр, а скалярную частоту колебания волн Омега – в радианах в секунду Гиперзвуковая скорость Гиперзвуковая скорость – это скорость, превышающая 3000 метров в секунду, то есть во много раз выше скорости звука Твердые тела, движущиеся с такой скоростью, приобретают свойства жидкости, так как благодаря инерции нагрузки в этом состоянии сильнее, чем силы, удерживающие вместе молекулы веществ во время столкновения с другими телами В космосе тела движутся именно с такой скоростью, и инженеры, проектирующие космические корабли, орбитальные станции и скафандры, должны учитывать возможность столкновения станций или космонавтов с космическим мусором и другими объектами при работе в открытом космосе При таком столкновении страдает обшивка космического корабля и скафандр Чтобы определить, насколько сильные столкновения выдерживают скафандры, а также обшивка и другие части космического корабля, например, топливные баки и солнечные батареи, проводят эксперименты столкновений на гиперзвуковой скорости в специально оборудованной лаборатории Для этого скафандры и обшивку подвергают воздействию ударов разными предметами, вылетающими из установки со сверхзвуковыми скоростями, превышающими 7500 метров в секунду Спасибо за внимание! И если вам понравилось это видео, не забудьте проголосовать за нас и подписаться на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok